Привет, котята! Меня зовут Игорь, это канал Сдать ЕГЭ. Мы продолжаем решать показательные неравенства, и сегодня решим большую злую штуку, в которой придется делать двойную замену. Давай посмотрим на доску. Итак, вот такая страшная ужасная фигня. 64, 36, 27, 16, 12, 9, все это в степени х, кошмар, кошмар, ну не такой уж и кошмар. Давай разбираться. Что такое 64? 64 это 4 в кубе. 16 на 4, да ведь? Что такое 36? Это 4х9, то есть 4х3, 3х3. Что такое 27? Это 3 в кубе. Что такое 16? Это 4 в квадрате. Что такое 12? Это 4х3. Ну и наконец, что такое 9? Это 3 в квадрате. Так что, если на все это теперь посмотреть, получается, что тут либо 4 в степени х, либо 3 в степени х, либо какая-то там их вариация, какое-то их произведение. Поэтому я могу сделать вот такую замену. Скажем, что 4 в степени х мы будем называть, например, а, 3 в степени х мы будем называть, например, b, и с учетом этого вот это все превращается в а-шки, либо б-шки в каких-то степенях. Так что давай эту замену введем, и все станет гораздо красивее. Вот смотри. 64 в степени х я меняю на а-куб. 36 в степени х я меняю на а-б квадрат, потому что это 4х3х3. 27 в степени х я меняю на b-куб, дальше, плюс 4. 16 в степени х я меняю на а-квадрат. 12 в степени х, 12 это 3х4, я меняю на а-б. 16 в степени х это а-квадрат, 12 в степени х это а-б, 9 в степени х это b-квадрат. 16 в степени х плюс 0,5. Это 16 в степени 0,5 умножить на 16 в степени х. 16 в степени 0,5 это вроде как 4. 16 в степени х мы с тобой договорились, что это а-квадрат. 12 это а-б, 9 в степени х это b-квадрат. Дальше будем наводить порядок и заметим, что тут есть много всего хорошего. Отсюда за скобку выносится b квадрат, отсюда за скобку выносится a, отсюда за скобку выносится b. А вот тут у меня вообще полный квадрат, потому что смотри, квадрат первого, квадрат второго и минус их удвоенное произведение. Это ведь вроде как квадрат разности. Давай так и сделаем. a куб. Здесь я за скобку выношу b квадрат, в скобке у меня остается a минус b. Дальше здесь плюс 4, и я еще a выношу за скобку, и у меня тут остается a минус b. Здесь я все это собираю в полный квадрат a минус b. Меньше либо равно, но вернее давай сразу же сюда с минусом перенесем. 4a квадрат разделить на, здесь за скобку выносится b, и остается a минус b. И все это меньше либо равно нулю. Итак, дальше по идее мне нужно приводить все это к общему знаменателю, но прежде чем это сделать, я поступлю вот как. Я вот эту вот вторую дробь на a минус b сокращу. Почему я имею право так сделать? Ведь мы с тобой стараемся в неравенствах ничего не сокращать. Все очень просто. У меня скобка a минус b как была в знаменателе, так она и остается. То есть я не теряю никаких ограничений, я не теряю ограничения, что a не должно равняться b, поэтому все нормально, я здесь имею право это сократить. И в таком случае общий знаменатель, очевидно, будет очень простой. В каждом из знаменателей есть скобка a минус b, и еще вот здесь вот есть b квадрат. Здесь есть только b, поэтому вот это мне нужно будет домножить на b. Здесь b нету вообще, поэтому это мне нужно будет домножить на b квадрат. И вот теперь давай это все уже домножать и собирать в одну дробь. Что же у нас получится? Первое остается без изменений. Ну я имею в виду числитель, и остается без изменений. Знаменатель давай уже общий напишем, что это b квадрат а минус b. И поехали писать оставшийся числитель. Значит тут у меня остается 4а, которое еще умножится на b квадрат, плюс 4а b квадрат. И здесь у меня 4а квадрат, еще оно умножается на b. Минус 4а квадрат, которое еще и умножается на b. И это все должно быть меньше, либо равно нулю. Отлично. Что можно будет сделать дальше? Дальше в числителе еще неплохо так за скобочку выходит а. И давай посмотрим, что там с учетом этого останется. Я выношу за скобку ашку, и дальше я напишу в следующем порядке. Я напишу а квадрат, но потом я напишу не это слагаемое, а я напишу это. Сейчас поймешь почему. Я напишу минус 4а b, да, с учетом вынесенной ашки. Минус 4а b. И теперь уже вот это. Выношу ашку плюс 4b квадрат. Знаменатель b квадрат, умноженное на а минус b. Все это меньше, либо равно нулю. Если внимательно посмотрим на скобочку в числителе, то увидим, что это полный квадрат. Вот это ашка в квадрате, вот это 2b все в квадрате, а это минус их удвоенное произведение. Так что у меня получается а. а минус 2b все в квадрате, b квадрат, а минус b все это меньше, либо равно нулю. Вот видишь, какая красивая компактная штука у нас с тобой получилась. Но вообще-то, если подумать, эту штуку можно сделать еще лучше. Что такое а и что такое b? а это 4 в степени х, b это 3 в степени х. Естественно, такая ашка всегда строго больше нуля, и такая бшка тоже всегда строго больше нуля. А значит, я могу совершенно спокойно обе части неравенства, во-первых, разделить на ашку, чтобы она пропала из числителя, и во-вторых, умножить на b квадрат, чтобы оно пропало из знаменателя. И тогда у меня остается совсем компактная штука. а минус 2b все в квадрате, разделить на а минус b меньше, либо равно нулю. Отлично! Давай подумаем, как у нас такое неравенство с тобой может решиться. У нас есть дробь, которая должна быть меньше, либо равна нулю. В каком случае она окажется равна нулю? В том случае, если ее числитель будет равен нулю, а ее числитель будет равен нулю только в том случае, если а минус 2b будет нулем. Хорошо. Если дробь не равна нулю, а отрицательна, в каком случае дробь отрицательна? Когда у числителя и знаменателя разные знаки, либо плюс-минус, либо минус-плюс. Но минус плюс здесь никак не может быть, потому что в числителе у нас с тобой полный квадрат. При любых раскладах, кроме вот этого, числитель будет положительным, а значит, я должен потребовать отрицательности от знаменателя. Я должен сказать, что второй случай, это случай, когда a-b это отрицательное число. И вот теперь, когда все стало совсем уж красивым и компактным, давай вернемся, собственно, к эксам, сделаем обратную замену, и это наконец-то дорешаем. Итак, учитывая обратную замену, я говорю, либо a-2b должно равняться нулю, то есть 4 в степени х минус 2 умноженное на 3 в степени х должно равняться нулю, либо a-b должно быть отрицательным числом. 4 в степени х минус 3 в степени х должно быть отрицательным числом. Отлично, давай теперь мы с тобой это просто дорешаем. И сделаем мы это таким образом. Второе слагаемое в обоих случаях перетащим направо. Здесь у нас получится или 4 в степени х равно 2 умножить на 3 в степени х, или 4 в степени х меньше, чем 3 в степени х. Дальше и там и там оба эти, ну вернее обе строки, и уравнение, и неравенство поделим на 3 в степени х. Что же мы тогда с тобой здесь получим? 4 в степени х деленное на 3 в степени х, это вроде как 4 третьих в степени х. В первом случае 4 третьих в степени х должно равняться двойке. Во втором случае 4 третьих в степени х должно быть меньше единицы. А что такое единица? Это 4 третьих в степени 0. Остается только дорешать, чем же здесь должен быть х. В первом случае х должен быть такой степенью, в которую надо возводить 4 третьих, чтобы получить двойку. В этом же случае я от неравенства с показательными конструкциями перехожу к неравенству с показателями степеней. И учитывая, что основание у меня больше единицы, я перехожу с точно таким же знаком. И вот у меня и получилось, что либо х должен быть каким-то там отрицательным, строго отрицательным числом, либо х должен в точности равняться вот этому вот логарифму. Это и есть наш с тобой ответ. Или у нас х принадлежит от минус бесконечности до 0, не включая. Или же х у нас равняется конкретной точке, изолированной логарифму 2 по основанию 4 третьих. Вот какую громоздкую штуку мы с тобой одолели. В следующий раз решим компактное неравенство, но в котором нам потребуется делать некоторые хитрые манипуляции с дробями. Чтобы не пропустить лайк, подписка, колокольчик. Спасибо тебе, что смотришь. Учись хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok